здравствуйте друзья хочу вас сегодня познакомить с рецептом приготовления вяленой курицы в домашних условиях значит вялить буду курицу с двумя видами специй об этом расскажу уже более подробно и так приступаем что для этого нужно для этого нужно купить магазине куриное филе обычное куриное филе все и начинаем это филе подготавливать чем заключается подготовка во первых срезаем так называемое малое куриное филе значит на большом курином филе срезаем вот эти все пленочки они нам не нужны срезаем вот это вот жир и так вот так выглядит наше так называемое большое куриное филе пленку я снял жир который был лишний срезал здесь вот да на данном кусочке больше в принципе ничего не нужно делать то же самое продолжаем с малым куриное филе снимаем вот эту пленочку и вырезаем вот этот вот сосуд это вот так выглядит малое куриное филе все и вот остальную курицу продолжаем чистить точно так же итак друзья я почистил курицу здесь у меня было 5 килограмм там без 30 грамм вот здесь у меня получились отходы 300 грамм и того отходов получилось 6 процентов с этим делать уже ничего не будем это так называемый кошачий праздник отдаем братьям меньшим и хочу сразу сказать пару нюансов нюанс номер один выбор мяса когда выбираете мясо обязательно смотрите что мясо было розовенькое вот с этой стороны с обратной стороны смотрите чтобы оно не было белой пленки то есть белая пленка это показатель или несвежести мясо или обветривание если стоит холодильниках или там в ларя или витринах системы ноу фрост поэтому выбирайте очень внимательно у хороших проверенных продавцов ну я рекомендую нюхать его следующий момент нюанс номер два у дяди немножечко больше внимания более тщательной очистки от пленки вот здесь она присутствует значит от хрящиков которые могут быть здесь и вот здесь и на малых филейках на малых филейках вот от таких вот сосудов во первых пленка она препятствует равномерному просаливанию мяса а вот эти вот сосудики они от соли деревенеют и потом они очень неприятные на вкус будут ну естественно жир который присутствует жир после вяленя становится противный на вкус поэтому его обязательно нужно срезать и так что делаем дальше дальше берем соль обычную поваренную и приступаем процессу засолки и так что делаем берем и выстилаем на дно нашей емкости хорошую подложку из соли соли не жалеем начинаем выкладывать между мясом стараемся оставлять небольшие зазоры все и насыпаем сверху соль продолжаем том же духе итак первоначально засыпали что делаем дальше берем ножичек или лопатку и аккуратненько по бортам отодвигаем мясо которое крути не крути все-таки соприкасается со стенками так отодвинул ну и теперь просыпаем солью итак друзья все засыпал солью у меня значит на 4 килограмма 600 грамм курицы ушло ровно 5 килограмм соли закрываем это крышечкой и ставим холодильник на одни сутки все встретимся через сутки итак друзья прошли сутки с момента засола нашей курицы что мы делаем дальше достаем из емкости кстати видите довольно много влаги пустила эта курица и промываем под проточной водой после этого ставим вымачиваться на 3-4 часа лучше на 4 часа чтобы не была она чересчур соленая чтобы было такое малосольненькая хорошая вкусная каждые полчаса меняем воду итак друзья вымочил уже курицу 4 часа вымачивания продолжалось потом дал немножко курицы стечь она немножечко потеряла влаги но сама курица осталась немножко влажной для чего это нужно мы сейчас будем панировать покрывать специями для того чтобы прилипла нормально курицы она должна быть чуть-чуть влажненькая вот я подготовил два вида обмазки или два вида панировки значит одна называется острая 2 называется кавказская значит острая состоит из вот этого из одной чайной ложки кориандра из пол чайной ложки перца черного из трех чайных ложек паприки из двух чайных ложек чеснока из одной чайной ложки чем она фенугрек или пожитника и пол чайной ложки соли значит что делаем высыпаем эту смесь нашу тару вот так вот делаем берем нашу курочку нанизываем сразу на крючок на котором будем подвешивать потом и вот так вот панируем хорошенечко и равномерно там где надо берем подсыпаем вот в таком виде она выглядит что делаем подвешиваем сушиться теплом сухом помещении сейчас зима это на кухне значит вешаем на три дня на трое суток продолжаем остальные том же самом духе духе и так прошло три дня с момента нашего вяленя наши курицы вот так вот она выглядит очень довольно таки тверденькая уже стала на самом деле маленькие куриные филе я снял еще вчера и завакуумировал но большие нужно было немножко побольше подсушить поэтому я снимал сегодня их уже взвесил я что у нас получилось из 4 килограмм 960 грамм получилось 2 килограмма 800 грамм вяленого мяса куриного то есть у сушка составила 44 процента но это в пределах нормы что делаем дальше берем пару им эти кусочки или по отдельности и запечатываем в вакууматоре ставим на снятие закалки на минимум на одни сутки лучше всего конечно двое трое суток вот через пару суток я уже достану после снятия закалки разрежу и покажу как она вдоль и получилось так первая пачка завакуумировалась вот так вот она выглядит и так друзья прошло трое суток с момента нахождения нашей вяленой курицы в вакууме в холодильнике ну и пришло время ее открыть разрезать и посмотреть что из него получилось сразу вам скажу что это не первый раз естественно готовлю потому что выкладывая только проверенные рецепты поэтому готовил эту курицу с разными вариациями специями виду принцип засолки завялки он один а вот со специями разными подбирали на сегодняшний момент такие довольно остренький набор специи значит вот так вот она выглядит разрезе довольно упругая эластичная вот я вам скажу что на вкус на вкус видите специи здесь присутствуют равномерно ничего не посыпалась все нормально значит на вкус я вам скажу при правильной вялки и при правильном выстаивании на вкус похоже что-то на такую даже рыбу есть маслянистая называется то есть очень такой мягенький хороший вкус вот этого довольно таки хорошо подсушенная то есть пивной вариант вообще идеальный если это три дня кстати она у меня всего лишь появилась если нужно немножечко помягче чтобы было то достаточно в принципе и двух дней все принципе с курицей все готово вот так вот она выглядит мягкая весьма он хорошо так вот расходится видя однородная хорошо проверенная все все спасибо за просмотр кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока ну а у фидерзей гудбай аравар короче говоря